я хочу сегодня говорить на тему о нашем служении что значит для верующего служить господу ну знаете вообще одна из моих как бы тем над которыми я постоянно размышляю вот а вы наверное обращали внимание что когда в общем у проповедника у каждого у них есть какой-то свой любимый конек да кто-то любит говорить о любви иисуса и он с разных сторон и так далее да вот я тоже эти темы очень люблю ну мне всегда нравится рассуждать над темой успешной жизни верующего человека при том успешной жизни не с точки зрения мира да вот яхты там банковские счета там и так далее а с той точки зрения что бог о нас имеет что бог что у бога для нас имеется под словом успех на я постоянно над этим думаю я смотрю на жизни людей я как бы участвую в жизнях тоже тоже людей они участвуют моей жизни вот и я постоянно над этим думаю и понимаю что важнейшим тоже одним из составляющей нашей успешной жизни является вот это понимание служение 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 богу ну обычно когда говорят на эту тему говорят обычно мотивирующие проповеди такие давайте служить вот здесь пойдем там раздадим пригласим евангелизируем и так далее абсолютно верно это все правильно ну я замечал такую вещь что если мы будем как бы начинать именно тут мотивировать друг друга давайте что-то сделаем поймать правильно но здесь не вся правда знаете вот потому что ну смотрите что говорит что говорит нам писание но с одной стороны вот по равшауль в ефицианам 2 10 он говорит мы его творение созданы во христе иисусе на добрые дела которые бог предназначил нам исполнять ну подразумевается что добрыми делами мы служим богу с другой стороны писание тоже в его лице говорит дабы уверовавшие в бога старались быть прилежными к добрым делам это хорошо и полезно человеком писание на основном мотивирует вот но не раз я замечал понимаете что если мы будем именно только на этом сосредотачиваться ну дело доброе дело так вот дело дело добрые дела и так далее многие люди разочаровываются потому что они чего-то ожидают от этого от своих добрых дел ну там бог как-то особым образом милостиво посмотрит на них прострел свою руку да там благословит и тем и этим и так далее вот а если этого не случается они огорчаются и замечала даже что люди отходят от бога из-за этого и не ропщут и так далее поэтому наверное нам как бы надо постараться взглянуть поглубже немножко вот что значит служение служение богу да вот и для меня значит не споря с этим подходом что мы должны делать конкретные добрые дела но ведь мы должны как бы из глубины посмотреть но все таки что мы должны делать прежде всего что в основе лежит что является фундаментом вот этих добрых дел да вот вот я вместе с вами вот сегодня порассуждаю порассуждаю на эту тему то есть я постараюсь взглянуть на эту тему со стороны всего писания вот не только вот со стороны бритха даша да вот вот этих слов которые я прочитал апостола павла да вот ну и стороны у всех что бог замыслил для нас как он видит как как он видит наше служение ему и вот смотрите для меня ключевым словом и пониманием в это в полотне божьего откровения о нас да вот как 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 о ну как о людях вот как о людях те которые избрали его вернее которых он избрал для себя которые служит ему до ключевым является то что мир и человек сотворены богом вот это это ключевое то есть мы смотрим не не сразу на бритха даша да вот давайте пойдем и будем делать делать а мы смотрим в начале я всегда стараюсь вообще-то в любом деле посмотреть именно на тору потому что в торе есть заложена основа вообще в моем понимании это мое богословие что есть что вся все писание вся библия это тора и комментарии к нему я вам уже об этом не раз говорил даже еще когда пришел к ритя же не пришел отменить тору я пришел ее исполнить то чтобы разъяснить вам показать своей жизнью прокомментировать ее то есть бритха даша жизнь еще это комментарий тора жизнью мы тоже должны тору комментировать чем нашей жизни вот и сегодня вот ну как бы часть того о чем о чем мы будем говорить вот и теперь внимание все что имеет творца она всегда имеет предназначение правильно это же это же естественно зачем сотворены видимый невидимый мир и чем они служат богу об этом говорит псалом 18 небеса проповедуют славу божью и делах рук его вещает твердь то есть глядя на сотворенный мир любой человек он должен сказать она по-другому она не бывает как только над этим начинаешь задумываться сразу понимаешь что мир не не мог быть сотворен случайным образом ведь матья даже у я более того скажу что вот тот мир который был сотворен он был сотворён сотворен вот здесь мы рассматриваем человека для того чтобы человек находился в нем жил чуть-чуть изменить чуть-чуть меняется состав воды чуть-чуть меняется состав воздуха и все и ничего здесь нет чуть чуть на доли процента не просто на проценты на доли процента на 100 бог и это предусмотрел чтобы человек рассматривая мир знал что у этого мира есть вред otro а когда мы смотрим на многообразие этого мира на миллионы животных птиц и так далее я люблю картинки иногда такие знаете вот бросает фейсбук картинки я их сохраняю сохраняю это же боже это же ты сохранил это так прекрасно эта птичка миллион цветов до этот водопад и эти острова вот насколько все прекрасно звезды ты выходишь когда смотришь на это небо как это прекрасно поэтому не зря псалмопевец не зря псалмопевец вот он восхищался да вот миром сотворенным богом а зачем сотворен человек чем он служит нашему творцу читаем берешит бытие 1 26 и сказал бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему это была первейшая и наиглавнейшая цель сотворения человека своим духом то есть своим внутренним миром своим мышлением чувствами душой действиями поступками быть похожим на своего творца иметь с ним отношения то мы видим в самом начале бог сотворил и сразу что он имел с ними отношения ходил прохладе сала сада беседовал и так далее ты вот быть и быть послушным ему потому что это была первая заповедь его будьте послушны это можно все вернее так он сказал все можно вот кроме греха вот только только вот эти вот плоды не трогайте зачем это мы часть узнаем частью кто-то подозревает ну а все остальное наполнение земли позиции владычества обладания видимым миром проистекает из этого первого условия что человек должен представлять своего творца то есть более коротко человек должен быть представителем творца он должен являть творца окружающему миру я верю что животные они были более умные чем сейчас то есть они понимали кто есть человек вот и когда бог приводил к ним животных они понимали кому они должны подчиняться но мышь помню тогда никто никого не ел вот все дружно жевали траву плоды всякие и так далее тогда не было не было как бы смерти как таковой то есть никто не никто никого не пожирал вот а человек ну как как говорит предание вот он ходил одеты во что сияние славы божьей они не ходили такие голышом как нудисты да я тоже в это верю что они все-таки у них было такое приличное одеяние и света вот у нас света музыка да нравится на я верю что у всех тоже он ходил в такой одежде она переливала с разными цветами там в общем это было прикольно и классно вот то что иногда изображает там голышом но я вот они верю была божья слава на на людях потому что они были по образу подобию я какое-то время не отражали эту славу ну и та же история сотворения мира говорит о том что понятие человек входили мужчина и женщина и они должны были быть какими едиными да они должны были быть как одно целое они должны были быть как одно целое прилепленными друг другу так и такая дана аналогия вот они должны были иметь составное единство она семья была создана для произведения личностей по образу и подобию бога вот это было основное предназначение семьи и частично это дошло как бы до людей в искаженном виде вот даже наверное не все знают вот когда крестили детей мы это не поддерживаем я не об этом вот когда крестили детей то крестные что должны были делать подарки носить ну все знают что крестные должны носить подарки вот но на самом деле крестные по замыслу вообще-то церкви тех дней они должны были воспитывать помогать родителям воспитывать в христианском духе вот для чего были предназначены крестные вот поэтому если как говорится кто-то не понимаешь вот и кто действовал по-другому но мы думали что вообще-то мы тоже были крестными как всегда вот и свое время когда были неверующими мы носили подарки и дети четко знали крест крестный это источник подарков ну и крестная конечно итак семья они должны были отражать единство они должны были быть едины как как бог един да вот значит и должны были от отражать единство своего творца поэтому и народ божий если мы посмотрим дальше да он имеет ту же как бы тоже самое такую же сущность в себе народ божий всегда несет вот это вот сущность единства да вот и и и мы знаем что особенно еврейский народ это отражает то есть быть ну во-первых они произошли от одного человека от одной семьи они они это тем более понимали да это мы другие народы мы не знаем откуда там скифы сарматы там славяне они четко знали кто кто у них про отец да вот ну я верю мы тоже узнаем ну к сожалению то очевидно произойдет позже когда мы будем на свадьбе в свое время на свадьбе у агнса тогда наверное господь нам покажет от кого от от кого мы тоже произошли уже точно без вы измышлений историков и так еврейский народ своим он тоже отобрал должен был отображать это единство которое должна была отображать первая семья и не зря во многих еврейских песнях поется именно вот именно о народе как семья весь народ единая семья помните да я напевать не буду вот потому что бы наверное скажу но суть вы слова помните да вот что мы как народ единая семья поэтому единство тема единства семьи она проходит единство божьего народа через все писание вот почему господь он ненавидит измены в семье вообще он ненавидит неверность от любую неверность для него это потому что он бог какой верный верный он любит верность он ненавидит неверность вот и мы должны это понимать откуда это происходит вот оно глубины понимания верности. Итак, в чем выражается служение творения человека своему Творцу Богу? И мужчине, и женщине в отдельности и вместе надо быть, необходимо, вернее так, предполагается, что они должны быть образом и подобием Творца, иметь близкие отношения с ним, общение, быть послушным заповедям, представлять своего Творца во внешнем сотворенном мире и являть его славу, иметь единственный мужчина и женщина, при ответственности мужчины за союз с женщиной и помощи женщины-мужчине в его предназначении. Это то, что Бог запланировал для семьи. Мужчина, как бы то ни было, он ответственный, он глава, и глава это не место отдачи, приказаний, это место служения, место служения, это по Божьему плану, всегда тот, кто главный, он всегда что делает? Он всегда более ответственный и больше служит. И чем больше места он хочет занять, тем больше ответственности и чем больше служения у него должно быть объекту своего служения. Таким образом, мы видим три уровня предназначения человека. Личный, то есть у каждого индивида отражать Божью славу, да, уровень совместного служения друг другу и третий уровень внешнего представительства Бога в окружающем мире. И почему я так начинаю сдалека? Потому что в истории творения заложен фундамент понятия служения Богу, и мы это как раз и рассматриваем. Человек совершил грех, о котором говорят, что этот грех не послушание. Но на самом деле это событие имело более широкое понятие. В моем представлении грех это не просто не послушание, потому что послушание было только частью предназначения человека. Но грех это отказ быть тем, кем мы должны быть по воле Божьей. Не просто, понимаете, то есть это Бог хотел видеть нас вот такими, да, а мы не хотим. Вот у нас вот ты же там что-то не то, вот змей сказал, ты что-то же не то там, что-то спрятал от нас, мы по-другому пойдем. Ну и пришло изменение в жизнь всего мира, ну в том числе и нашу жизнь до сих пор это ощущаем в этих войнах, да, и вообще в том, что творится, во всем этом окружающем ужасе. Ну и Бог, конечно, он не смирился с тем, что произошло. Друзья, у Бога всегда есть запасной план, вы об этом знаете? У Него всегда есть запасной план, даже для нашей жизни. Понимаете это, да? То есть, если вы вдруг что-то делаете не так, Он, конечно, со всеми нами, не только вами, я не буду говорить вами, и с нами, и со мной Он тоже разбирается, точно так же, как и с вами. Он разбирается, потому что Кого любит того, что наказывает, приводит в соответствие, помогает, да. А потом делает что? А потом он начинает в нашей жизни план Б. Вот. Надо будет план С. Ну сказано, что праведник семь раз упадет и семь раз поднимется. Не советую семь раз, не надо. Я думаю, одного раза достаточно. Ну, говорят, что только дураки учатся на чужих ошибках. Ну, вообще-то, многие люди, которые размышляют на этой теме, говорят, что умные это те, кто учится на своих ошибках. А дураки они не учатся вообще. Вот. Поэтому, если что-то в нашей жизни получается не то, вот. Значит, всегда у Бога есть план Б, это как у Господа, у Него и был, как и был план также для всего человечества. Бог призывает кого? Авраама. Вот. Авраама и создает себе Божий народ Израиль. История Израиля также позволяет нам более глубоко понять замысел Божий относительно понятия служения Богу. Почему? Бог, Он сказал, этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Аминь? Аминь. Я не знаю, когда читаю эти слова, меня всегда так он... Вот. Он для себя. Когда люди не понимают, сейчас, когда вот творится, вот то, что творится в мире, да, когда вот сейчас вот поднимают Палестину, проливают слезы над ним и так далее. Верующие. Я понимаю неверующих. Ну, действительно, для неверующих они гуманисты. Друзья, гуманист вроде бы хорошее слово, но на самом деле гуманизм это не очень хорошее слово. Гуманизм это система мира, в которой человек поставлен в центр этого мира. Вот. Все для человека, все во имя человека и так далее. Притом человек все время придумывает себе все, все, все самое, все новое содержание вот этого понятия. Что такое человек, что такое семья, вы же видите, что творится, да? Вот. Это гуманизм. Вот. На самом деле мир правильный тогда, когда в центр поставлен кто? Господь, да. Когда в центр поставлен Господь, тогда все становится на свои места, тогда у каждого есть свое место и тогда получается порядок, и тогда получается жизнь, и тогда получается вот тот успех в нашей жизни. Итак, Бог образовал свой народ для себя. И вот относительно каждого израильтянина, что он сказал. Итак, люби Господа Бога твоего, в другом месте, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всеми силами твоими, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления его, и законы его, и заповеди во все дни. И немножко далее. Люби ближнего, как самого себя. Это, друзья, это Тора. Люби ближнего, как самого себя. Я Господь, Бог ваш. Почему он говорит, вот после этого, он говорит, я Господь. Вот, люби ближнего, как самого себя, потому что я Бог, потому что я такой же. Понимаете, вот будь похожим на меня, отражай мою сущность. Когда Бог говорит вообще в Торе, я Господь, а там он много раз говорит, десятки раз, он когда дает заповедь, он говорит, я Господь. Это значит, он говорит, я это продумал, я это утверждаю, это я, это похоже, вот если вы так будете делать, вы будете этим похожи на меня. Аминь, да? Таким образом, так как, то есть, как в случае с Адамом и Еймем, мы видим тот же замысел служения Богу. Явление славы Божьей теперь уже не только семьей, теперь уже всем народом, через единый народ Израиля, объединенный любовью к Богу и заботой друг к другу, знающий, исполняющий заповеди, закон. В центре Израиля храмовое служение, ведущая роль священства, отвечающего за нравственное состояние народа. А народ через приношение десятины, пожертвования, заботиться о священниках, левитах, чтобы они выполняли свое предназначение, приближали народ к Богу и учили заповедям. Ну, а все постановления закона о десятинах для бедных, о рабах, о недожатых краях полей, о недособранном урожае винограда, говорили о необходимости единства Божьего народа и учили этому единству. То есть, заботятся друг о друге в любых обстоятельствах. Там отдельную проповедь, даже не одну можно составить на вот эту тему. Каким образом Бог учил свой народ заботиться друг о друге? Для чего? Для того, чтобы народ всегда ощущал это единство. Но в основе все равно лежит личная ответственность верующего за взаимоотношения с Богом. И вот время Бритхадаша, время Нового Завета. Читаем 1 Петра 2, 9-11. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий». В другом месте это Деяние 17-26. «От одной крови Он, то есть Бог, произвол весь род человеческих, дабы они искали Бога, не ощущать ли его, не найдут ли, хотя оно недалеко от каждого из нас. Для чего нам искать Бога? Ну, чтобы возвратить утраченное в Эдеме». Друзья, мы потеряли Бога, народ, люди, мы потеряли Бога, понимаете, вот что мы потеряли. Мы не просто там благословение, благоволение, мы потеряли Бога, и мы созданы для того, чтобы теперь, вине так, и вся последующая наша жизнь, она служит этому, найти Бога. Вот поэтому, ну, Павел, он просто кричит об этом, да? Вот, искать Бога, какой Он, какой Он. И все, что мы не делаем, вот то, что вот я сейчас проповедую, вы сейчас выйдете, в фойе будете беседовать, вы будете говорить, как Бог действует в этом случае, как в этом случае Он действует, да? Мы будем слушать проповеди, мы будем читать христианские книги и так далее. В общем, мы все, это все поиски Бога. Какой Он? Особенно, не знаю, какой, вот я особенно вот на своей жизни тоже это ощущаю, понимаете? Вот как Он, вот к этому вижу, Он благоволит, и к этому Он не благоволит. Иногда от этого неблаговоления очень больно, иногда совершенно больно, понимаешь? Но зато ты что потом? Уходишь с этого неверного пути, и у тебя получается добрый плод чего? Праведности, да? Вот. И так мы познаем во всем этом, друзья, мы познаем Бога, мы созданы для этого. Вот. Зачем? Ибо кого Он предузнал, это Римлянам 8, 29, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот оно, вот оно, подобными образу Сына Своего. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, в конце, там написано для того, чтобы люди, видя добрые дела, они что делали? Воздавали славу Богу. Поэтому мы уже приучены, да? Когда кто-то что-то доброе делает для кого-то, мы всегда приучены говорить слава Богу. Но, друзья, не забывайте при этом говорить также добрые слова тому человеку, который все-таки делает это доброе дело, да? Почему? Мы мотивируем друг друга к добрым делам, мы должны помогать друг другу, чтобы это было для нас в радость. Но если кто-то даже не скажет, а воздаст славу только Богу, я думаю, что этого достаточно. Аминь. Потому что, в конце концов, Он мотивирует нас. Написано, Он производит в нас и хотение, и действие по своему изволению. Поэтому вся слава, она Ему. Удивительно, но как Адам и Ева должны были быть как одно целое, так и еврейский народ должен быть одним человеком, так и верующие Брид Хадаша тоже должны быть единым народом. Ничего не меняется. Почему? Потому что Бог не меняется, друзья. Потому что Бог, Он предназначил, чтобы мы были похожи на Него. И поэтому, что бы Он ни делал, оно все, что это было во времена Маше, до него, что сейчас, это все, оно служит одному. Вот. Поэтому в Иоанна 17, 20, 22, Ешуа говорит, не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. Ну, по слову их, да будут все едины, как ты, отчего, мне, так и я в тебе, так и они, да будут в нас едины. Да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Уже никто не удивится, если я скажу, что Бог предусмотрел, как в случае с Адамом и Емом, это в случае с Израилем, механизм, механизм приведения Божьего народа в единство. Вообще, Бог, друзья, Он очень предусмотрительный, очень предусмотрительный. Вот. У Него много таких, знаете, качеств, которые, ну, которые, их можно, их можно пощупать, да, вот, их можно увидеть, можно явственно ощущать. Ну, вот, например, вы знаете, что у Бога есть юмор? Знаете, да? Вот. Вот. Я не знаю, я вот, я не знаю, это я не так, это, я знаю, это я просто сказал, да? Вот. Ну, он реально, у Бога есть юмор. Вы знаете, это случай с Вольтером, который говорил, пройдет сто лет, и все народы забудут Библию. Ну, это французский мыслитель известный. Но пришло сто лет, и на его печатном станке как раз печатали именно Библию. Просто так вот. Бог, Он может так, и так Он может юморить. Вот. И вот, и так Он предусмотрел для нас, будучи предусмотрительным, механизм, механизм приведения Божьего народа во времена Бритха Даша в единство. И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями. Нет, это здесь, о Ешо здесь говорится, и Он. Вот, это дары Ешо. Здесь не Бог, а в данном случае здесь говорится именно о дарах Ешо. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела мессии доколе мы все придем во что единство веры и познание то есть мы должны понимать да бога кто то есть мы ищем его мы познаем его да вот мы верим одинаково не в глупости разно верим что люди иногда значит а богин наговорят такого там себе себе наговорят иногда и друг другу что он совершенно его не узнаешь так вот мы должны познание приходит в этом плане мы должны быть едиными мы будем разными внешне мы будем разными в поведенческих может быть там каких-то там реакциях на что-то потому что ну мы у нас разная нервная система там разный опыт жизненный разное воспитание да но есть вещи в которых мы должны быть однозначно едины бог предназначен предназначил людей специально поставил чтобы люди чтобы вот апостолы пророки евангелисты пастыря учителя чтобы они приводили божий народ в единство это не просто так друзья дары дал для для этого всем да вот и так чтобы в единство веры познание сына божьего в мужа совершенного в меру полного возраста христов мы немножко позже будем говорить о полном возрасте христовым таким образом если мы говорим о нашем служении богу то с моей точки зрения писание говорит что этот вопрос нам необходимо рассматривать с точки зрения нашего соответствия как божьих творений и как представителей божьего народа и его подчинение вот божьей воли а воля божья исходя из примеров которые мы рассмотрели состоит для нас следующем первое направление нашего служения личностное это я немножко повторяю вот ну простите у меня есть немножко учительского помощи не поэтому приходится знать у меня вот так вот я не просто говорю как пост как пастора я всегда смотрю на пастору как они красиво говорят как они красиво говорят вот я так не имею ну я больше так вот ну знаете раскладываю да чтобы было было больше понятно такой дар мне дал бог уж извините если они так там красиво что-то говорю да и так первое направление нашего служения личностное бог создал нас чтобы мы каждый лично познавали бога имели с ним глубокие личные отношения преобразовывались в его образ и подобие исполняли его заповеди в личном поведении и дела друзья вот это вот основа нашего успеха вот кто хочет иметь жизненный успех вот как бог говорит да вот как он предназначил для каждого знаку что у каждого вернее так у него для каждого из нас есть что намерение намерение это его желание сердце но он так сделал что мы не просто машинки да какие-то мы его намерение скажем так мы можем войти а можем не войти то есть он дал нам спасу не способность а дал возможность нам да и нет не соответствовать его намерениям а поступать как мы хотим вот поэтому он дал нам он не сделал нас роботами я всегда вот это этому восхищаюсь божьему знать его терпению он и и нас не сделал роботами более того даже ангелов то есть служебных духов да он тоже дал им способность грешить условно говоря не исполнять его волю почему это доброта божья помать это не насилие его это его уважение к любой личности мыслящей бог бог он дает нам способность но он говорит вот жизнь и смерть перед тобой я тебе советую выбрать что жизнь он всегда дает нам выбор и у него есть намерение вот если мы входим в его намерение то мы получаем судьбу от господа у нас все нормально тогда друзья вот и самое главное что что при этом будет мы имеем тогда страх божий а страх божий тоже начало мудрости а начало мудрости приводит к чему у нас будет меньше халап по жизни потому что в основном жизнь человека от халапа в халапу там понимаете вот пока он с чего-то не начнет не начнет там разумеешь все-таки лучше все-таки лучше не попадать а шо ж там бог говорит нам отдай-ка я почитаю притчи салмы почитает нам вот потому что там ну в общем достаточно быстро можно увидеть чтобы он нравится чтобы у него не нравится а ему нравится чтоб я учился чтобы я работал чтобы я там там помогал людям да мы не отказывали никогда это не читаю вот 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 оно что-то да и вот тогда получается тогда получается божий успех вот и те кто не исполняют это проблема особенно когда мы назывались божьими людьми да он говорит а ты моя дочь и ты мой сын окей я тебя люблю но если ты думаешь эти буду все время мороженое надавать на палочки вряд ли я буду смотреть как ты себя ведешь я буду тебя учить я буду тебя помогать но я все-таки твой отец может детей своих учим ну так это или не так мы же не мы же не всегда им даем все что они хотят второе направление нашего служения это совместное созидание тела миссии чтобы каждый член миссии имел успех духовном росте это мы всегда нам необходимо друзья помнить да мы созидаем написано как члены да мы взаимодополняем да вот взаимодополняем и взаимопомогаем друг другу получать получая вот это превращение этой силы от кого от него вот еще да вот потому что мы тело вот он он глава а мы каждый каждый друг другу мы член и мы получаем приращение необходимые силы мудрость вот ведение видение мы получаем от него вот и мы помогаем друг другу возрастать поэтому бог и говорит говорите друг другу истину но почитая другого как вот отлично вот чувствуется им себя и люди бой библию читаю да да мы можем говорить вот но написано мы должны говорить друзья такое слово знаете его тяжело перенести вот потому что мы так не делаем часто написано мы должны друг другу говорить с нежностью с нежностью сказать сестра а ты со мной не поздоровалась да вот а я слышал что ты сказала бы мне то 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 да там или еще что-то с нежностью и при том почитая другого выше себя ну короче сложно это да это сложно но возможно друзья с богом возможно все поэтому мы же говорим мы взаимодействуем с богом друзья мы взаимодействуем с ним с духом святым он помогает нам он все нам дал для этого дал сил дал помощников среди людей и дал помощника духа святого который когда надо он обличит когда надо он поможет сейчас вспомнил был молодым христианином в больнице пошел в больницу там надо было на это как короче на консультацию меня сестра там ведет от врача подходим подходим к этому кабинету другого врача там сидят люди ну и сестра меня зовут ну знаете у нас в украине это так бывает да когда если у тебя есть знакома то тебя могут завести и она хочет меня завести и в этот момент что-то да народ начинает возмущаться но я такое хотел вообще-то зайти я же еще был как говорится и не все еще понимал и тут меня дух святого так укрыл меня так укрыл так обличил что меня же откинул от этой двери понимаете я реально почувствовал божью божье присутствие его негодование это мне даже не негодование вот это вот ну вот это что он неправильно это сергей что ж ты творишь я пошел стал самый последний очередь все выстоял да слава богу за бога да он он помогает нам в каждой в каждой ситуации он помогает ну таким образом друзья мы видим что идея служения богу она все-таки шире да вот как как нам казалось это не просто пойти что-то раздать кого-то пригласить что-то помыть почистить это это следствие чего то это следствие того насколько мы соответствуем образу божий и чем больше образа божьего в нас и тем больше мы служим друг другу вот чем больше будет того что мы называем служением assume наждаем служением богу вот Ну, я коротко по этим направлениям. Направление я сказал, не буду затягивать. Итак, смотрите, первое направление служения Бога, это лично для каждого верующего Нового Завета обозначает. Искать лица Божьего, то есть познавать, кто Он есть для нас. Творец, спаситель, друг, скорый помощник в бедах и так далее. Мы каждое его имя пропускаем через свою жизнь, правильно? Когда с нами что-то происходит, и Бог приходит и помогает нам в какой-то стороне нашей жизни, мы говорим, да, здесь Он как друг, здесь Он скорый помощник в бедах, здесь Он целитель. Здесь Игулла Ира, Он усматривает для нас все необходимое для этого дня и так далее. Мы познаем это в нашей жизни, и Он старается, чтобы мы тоже познавали Его. И я хочу сказать, здесь есть маленький секрет. Если мы думаем, что мы можем познавать Его только когда мы в шоколаде, то мы глубоко ошибаемся. Вы понимаете, о чем я, да? В связи с тем, что не у всех есть страх Божий в достаточной степени, в халепы все-таки попадаем. А раз мы попадаем, то тогда мы познаем какую-то сторону Его жизни, Его личности. Я достаточно ясно сказал. Так, мы вникаем в себя, нам необходимо вникать в себя и в учение, и сравнить в себя не с пьющими соседями, да, там, или там, не очень хорошими. Ну, с Ешо. Бог нас к этому призывает. Потому что Бог предписывает нам быть похожими на Него, а не на соседа, да? Поэтому вот с кем мы себя сравним. Вот почему нам необходимо вникать в себя и в учение. Ну, и еще, наверное, один моментик очень интересный. Вот смотрите. Апостол Павел 1 Коринфянам 2-3 глава говорит о трех категориях людей, которые представлены в общинах Божьих. Он говорит о душевных, которых, ну, я так понимаю, которые ходят в общину, но не принимают того, что от Бога и почитают, это безумие. Они не рождены свыше, и в этом их проблема. Они ходят в общину, такие люди есть. Они периодически приходят, уходят, потом, или вообще уходят, и так далее. Ну, они смотрят, а что они здесь собираются, о чем они говорят вообще? Что это такое? Это все неправильно, да? Вот это душевные люди. Далее Павел говорит о плотских верующих. Он называет их младенцами во Христе. Некоторые удивляются, как верующие могут быть плотским. Могут они быть? Он говорит, ну, не плотские ли вы, коринфянам, да? Завидуете, ссоритесь, там, и так далее, понимаете? То есть, это он, ну, это как младенцы, то есть, они не отражают, скажем так, в достаточной степени. Но они верующие, Господа любят. Вот, и, друзья, мы должны, как сказать, ну, понимать, что у нас разные возрасты во Христе, да? Вот, если человек плотской, то не отрицать его, да вот он вообще, он никакой. Нет, он просто плотской, он еще растет. Понимаете? То есть, ну, не надо нам, как бы, друг друга, вот, осуждать, там, это, помогают лучше, лучше помогают. Ну, брат, ну, здесь ты не прав, там, или сестра, вот, вот это вот, ну, смотри, Бог вот так, вот так вот. Я для себя принял когда-то, много лет назад, такое решение. Если человек, первое, он реально верующий, да, вот, я вижу, что он рожден свыше, вот, что его в Божье все привлекает, его тянет в общину и так далее. Ну, слегка он, как говорится, характер не тот, там, и так далее. Но в нем одно есть качество, любовь к Богу, вот, я ему прощаю практически все. То есть, я ему реально прощаю, почему? Потому что я знаю, что Бог работает с каждым из нас, друзья. Он работает, если он любит Бога, если он в общине, если он стремится к Богу, Бог его достигнет. Не сейчас, через год, не через год, через три, не через три, через пять, не через пять, через десять. Но все вот эти вот, то, что я называю, года, если он не будет расти, он будет попадать куда? В халепу. Поэтому лучше не надо, лучше расти быстрее. А есть духовные, Павел их иногда называет совершенными. Ну, совершенные, это не в том смысле, что их ходят на небо сейчас, да? Совершенными, вообще, Писание, вот, Брит Хадаша называют людей, я много-много раз говорил, но не устану повторять, это те люди, которые соответствуют воле Божьей. То есть, ты идешь за Богом, ты исполняешь его заповеди. Да, иногда что-то не получается, да, что-то там не получается, ты себя коришь, иногда Бог тебя корит, иногда братья и сестры корят, но ты идешь. Вот это вот, даже такие люди несовершенные, они называются совершенными. Почему? Они стремятся. Потому что Бог, Он часто нам говорит, ну, старайтесь, ну, старайтесь быть, жить в мире со всеми, старайтесь. Он понимает, что это трудно, жить в мире со всеми, потому что то на тебя косо смотрят, то тебе что-то скажут, то не скажут, то принесут, то не принесут. То благословят, не благословят. Трудно жить, но старай здесь. Если мы стараемся, Богу это очень нравится. Ну и нам тоже это нравится. Да? И нам надо, мы должны понимать, что мы такие, и нам надо познавать себя, вникать в себя и в учение, и понимать, что община Божия состоит из разных людей, в том числе душевных и плотских, и нам надо в любви служить им, а самим возрастать. Как возрастать? Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взялая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Все время мы смотрим на Ишо. Каким образом? Писание. Смотрим на Писание. Видим, как Он поступал. И нам надо стремиться к этому поступать, как Он. И Писание учит нас, что если мы преобразуемся в образ Мессии, то об этом свидетельствует, друзья, один факт. Один факт, что мы похожи на Ишо. Это какой факт? Мы исполняем его заповеди. Ишо, Он исполнял все Божьи заповеди. И первое, если ты думаешь, что заповедь это что-то такое, от законничества, он глубоко ошибается. Потому что самая первая заповедь, возлюбие Господа Бога. Помните, да? Она самая духовная. И все потом уже все остальное. Поэтому исполнение заповеди, это значит быть похожим на Ишо. И первое Иоанна 3,24. И кто сохраняет заповедь его, тот пребывает в нем, и он в том. Аминь. Второе направление служения Богу каждого это созидание в единство тела Мессии. Апостол Павел Римлян 12 и 1 Коринфян 12 говорит, что мы составляем одно тело во Христе и призваны одинаково заботиться друг о друге. Одинаково. Независимо, кто здесь стоит за кафедрой или не стоит, просто сидит человек, но он член общины, он служит, и так далее. Даже если и не служит, он еще не понимает. Но он думает, даже не то слово, он присоединяет себя к членам общины. Это слово никак не могу подобрать. Как? Не, не, не сочувствую. Ну, короче, человек понимает, что он член общины. То есть он еще ничего пока не делает. Вот и о нем заботится, обо всех заботится. Когда-то, когда-то один из пасторов, он сказал, друзья, чем отличается семья от организации? Вот. И мы такие все, не очень, не очень понятно нам, что это такое, да. И он потом говорит, в семье заботится даже о бесполезных членах семьи. Понимаете? Вот. Вот это, вот это, вот это вот семья. Бабушки, дедушки, они уже ничего не могут. Понимаете? Вот. но о них заботятся почему? Они их любят просто за то, что они есть. Вот. И Бог ожидает, что мы тоже будем любить друг друга просто за то, что мы есть. Аминь. Вот. Но если кто-то приходит только за этим, это тоже неправильно. Типа, любите меня, кружите меня, там и так далее. Я не об этом. Я думаю, вы меня понимаете, да? Вот. И Писание прямо и косвенно через притчу Ишу говорит о том, что Бог позаботился о том, чтобы у нас, ну, чтобы мы заботились друг о друге. Ну, во-первых, у нас нет полностью самодостаточных верующих, ну, в котором там все дары, там, да, все понимания и так далее. Мы все что-то, вот, несем в себе интересное, да? Мы все по-разному познаем. И одинаково, но многому и по-разному познаем Господа и можем научить друг друга чему-то, да? Вот то, что мы здесь собрались, мы помогаем друг другу. Еще раз говорю, потом выйдем, тоже будем друг другу что-то говорить будем, кто-то мне что-то скажет. Я всегда воспринимаю, как бы, любое слово всегда размышляю с точки зрения того, возможно, мне это Бог говорит. Ну, когда мне братья и сестры говорят. То есть, и если что-то мне говорят нелицеприятное, стараюсь реагировать, хотя оно и царапает, стараюсь реагировать на это дело правильно. Не зря же все-таки говорят. Всегда есть какая-то доля, доля истины, если тебе что-то говорят не то. А мне тоже иногда это говорят, к сожалению. Ну, мы говорили, мы служим друг другу от апостолов до этих учителей. И каждому дал дары и таланты. Вот. Одному там силы творить чудеса, дары исцеления, говорения языками, вспоможения, управления. Тоже отличнейший дар, да? Когда в общине есть люди, которые умеют управлять, да? Все и все оно летает, и оно все получается. Время 12 продолжается перечень даров, пророчества, увещевания, раздаяния, благотворения, служения. Поэтому, если кто-то считает, что у него нет никакого дара, я хочу сказать, неправда. Почитайте Бога лживым. Почему? Потому что сказано служение. Каждому дал Бог служение. Это дар к практическим делам. У каждого из нас как минимум есть дар к практическим делам. А как только мы начинаем что-то практически делать, начинается движение и открытие других даров. Потому что, как правило, не один дар Бог дал. Он любит проявлять свое разнообразие в нас. Ну и в 1 Коринфянам 12 также есть большой перечень духовных даров. Мы перечислять не будем, мы это знаем. И напомню, что еще раз о значении слова грех. Это сознательный отказ тем, кем мы должны быть в какой-то сфере жизни. Друзья, помните притч о талантах? О талантах, о том, что там некто какой-то человек уезжал, дал таланты и сказал всем я приду и я спрошу. Я вот каждому говорю это уже в качестве и увещевания и напоминания. Друзья, размышляйте, спрашивайте Бога, какие таланты Бог вам дал. Потому что Он спросит. если Он придет, а кто-то из нас, не дай Бог, скажет, а я зарыл его. Там такие слова жесткие, понимаете, лучше не надо. Давайте мы служить друг другу будем в общине, служение. Что-то уже можно, что-то уже можно делать. У нас, слава Богу, Бог нам дал хорошее здание. О нем тоже надо заботиться. Не знаешь, как проявлять. Приходи, женщине, мужчине, пыль протирай. У нас много поверхностей. Пыли много, надо протирать. Потому что мы активные, мы движемся, она летает, оседает. Даже это, друзья, даже это будет служение. Начни с этого. Верный в малом, он получит больше. Верный в чужом, он получит свое. С малого начни. Помоги в этом, помоги в том. Я смотрю, многие помогают. Добросовет вас вот, дорогие братья, сестры. Когда вы откликаетесь, когда вы на нужды общины, когда вы служите другим людям, и кормите, и убираете, и там нам иногда погрузить, загрузить, что-то там сделать надо. Это все важно, друзья. Очень важно, чтобы жизнь в семье нашей, она была активной. Ну и последнее, третье направление на служение Богу, это быть светом, быть светом этому миру, друзья. Мы же кто? Какая община? Свет Мессии, друзья. Свет Мессии. И вы знаете, нам иногда кажется, что нам нужно выходить на площади и так далее и говорить, покайтесь, ибо грядет. Или по минимуму вот вам трактат, придите к нам, мы вас научим. Все правильно. Так оно и есть. Но вообще-то свет, он везде свет. Вот выйдите за помещение нашей общины, и там тоже нужен свет. Когда вы едете, когда вы едете в трамвай, там какая-то ссора, мир принесет, ну, все, давайте, не надо, вы тихомерьте, все будет хорошо, Господь вас любит. Если ваш сосед или соседка там что-то мусорит, там и так далее, терпеливо помойте раз, два, три, десять, пятнадцать. На шестнадцатый, семнадцатый раз оно тоже начнет что-то мыть. Почему? Дойдет. И это тоже свет, понимаете? Пусть где-то в своем парадном, как кто-то что-то нарисовал, вытрите это, чтобы это, ну, принесите что-то хорошее, в любое место, на работе, являйте характер Божий, являйте, ну, являйте Христа, другими словами, Его характер, прежде всего, друзья. Потому что все, люди, ну, Писание об этом говорит, они будут злоречивы, да, они будут такие богоненавистники, и не только бога, и люди ненавистники будут, начальство ненавистники, там и так далее, они ненавидят всех. А нам Бог предписывает быть другими, это тоже свет. Я специально не говорю о духовных вещах, а то, конечно, друзья, прежде всего, нам необходимо нести Евангелие, являть Христа, о том, что Бог хочет прикоснуться к каждой жизни, как Он прикоснулся к нам, к нашей жизни. Хочется, чтобы каждый человек это пережил, да? Не знаю, мне очень хочется, да, вот, чтобы, чтобы люди поняли, чтобы ты сказал, да, и люди поняли, а они не хотят понимать, почему. Тогда являйте, являйте Христа, даже если они не хотят, не злитесь, да, наша задача, что, говорить, да, и наша задача действовать, как один умный человек, он сказал, я буду везде проповедовать Евангелие, а если надо, буду даже говорить. Да, благословит нас Господь, друзья, благословит нас Господь в этом, чтобы мы служили Богу, чтобы мы являли Его, да, чтобы мы помогали друг другу являть Его, чтобы наша община, она была действительно светом Мессии, да, чтобы мы, вот этот свет, он излучался, чтобы мы это чувствовали. Нам часто об этом говорят, что оно так и есть, говорят, да, ваша община, она дружелюбная. Ой, я говорю, это хорошо Ну, вы знаете, как я обычно говорю Но будет гораздо лучше И в этом будет гораздо лучше, аминь Почему? Потому что мы друг с другом Потому что мы с Богом Потому что Бог с нами Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы вместе шли этим путем Которым нам должны идти, научаясь всему полезному Этот путь есть кто? Еще, да, ибо Он есть путь истинной жизни Да, благословит у нас Господь на этом пути Давайте мы помолимся, попросим Бога Чтобы Он помог нам Дорогой Небесный Отец Ты есть Бог, Господи Ты есть Бог, стоящий над всем Ты есть Сущий Ты такой разнообразный, Боже Ты такой сильный, такой всемогущий, Боже И то же время Ты Отец наш Мы переживаем Тебя, Боже Мы переживаем Тебя в каждом дне В каждой ситуации Мы переживаем Твое присутствие Твое прикосновение К нашему мышлению К нашему сердечному состоянию, Боже К обстоятельствам нашей жизни Когда мы видим, что Ты благоволишь к нам, Боже Что Ты любишь нас, Господь Что мы не безразличны Что Ты каждого, Боже И меня, и каждого брата, сестру, Боже Ты любишь, Ты знаешь по имени Волосы, они сочтены написано на их головах Даже там, если нету волос, то все равно ты все знаешь Боже Мы любим Тебя, Господь И, Боже, мы хотим Идти вслед за Тобой Познавать Тебя Хотим находиться в единстве с Тобой Друг с другом В семьях, Боже Господь Мы хотим являть Тебя, Боже У нас не всегда получается В служениях наших, Господь Не всегда это все получается Но, Боже Мы знаем, что с Твоей помощью у нас все получится Боже, приди во все обстоятельства нашей жизни, Господь Приди, Боже И в наше мышление В наше сердечное состояние Помоги нам навести там порядок Помоги, Боже, в нашей общине Если что-то не то, Боже Если что-то у нас не так, как Ты бы этого хотел Покажи нам И помоги нам, Боже Мы просим Твоей помощи, Боже Мы просим, Боже Чтобы Ты наводил свой божественный порядок В нашем городе, Боже В нашей стране Которую мы тоже любим, Боже И мы знаем, что Украина, Боже Как Израиль Мы будем служить Богу Мы будем служить Богу Мы будем Тебе служить Потому что Одесса и Украина Они для Ишоа Давайте скажем аминь Да, Боже Израиль Для Ишоа Помоги нам, Боже Веди нас Меняй, Господь Меняй Украину, Господь Меняй, Израиль Боже, сейчас такое происходит Боже, нам трудно Боже, без Твоей помощи Но Ты, Боже При всех этих обстоятельствах Ты все равно С нами Ты хранишь Израиль Ты хранишь Украину, Боже И, Боже, прославься Прославься там, в Израиле Боже, которые борются Боже, против этого Вселенского зла И прославься Украины В Украине Потому что мы Вместе с Израилем Мы боремся против Одного и того же Зла Против одного и того же Врага, Боже Во имя Ишоа, Господи Благослови нас Во всем Сегодня, завтра Третьего дня, Боже Благослови нас Боже Наших детей, внуков Друг друга Братьев, сестер Боже, благослови Служителей Пастырей наших Боже, благослови Господь Боже Да будет Твое благоволение Благословение Над всеми нами Боже, Господь Потому что Ты Добрый Бог Любящий Прекрасный Господь Да будет слава Тебе во всем Давайте скажем Аминь И Прославим При Тобой Мой Творец Преклонюсь Жажду Больше В сельву Пребывать Лишь С Тобой Бог Мой Славный И Святой Мы Превозносим Мы Поем Тебе Только Ты Один Достоин Мы Превозносим Мы Мы Поем Тебе Бог Мой Славный И Святой Мы Превозносим Мы Превозносим Поем Тебе Только Ты Один Достоин Мы Превозносим Мы Поем Мы Тебе Тебе И Мы Мы Пришли Пришли Чтобы Петь Воскликнуть Громко Громко Нет Таких Как Ты Что Нет Таких Как Ты И Мы Пришли И Чтобы Воскликнуть Громко О Что Не Таких Как Ты Что Не Таких Как Ты Как Ты Бог Мой Славный И Святой Мы Превозносим Мы Поем Тебе Только Ты Один Достоин Мы Превозносим И Поем Тебе Бог Мы Славный И Святой Мы Превозносим И Поем Тебе Только Ты Один Достоин Мы Превозносим И Поем Тебе Да Благословить Тебя Господь и сохранить Тебя Да Презрит Господь на Тебя светлым лицем Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь свое лицо на Тебя И дарует Тебе Шалом Дорогие братья и сестры Шалом 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 во имя нашего Господа Ишо Маши Аминь